Здравствуйте. Если вы не посеяли в марте бархатцы, агератум и душистый горошек, то можно эти культуры посеять и в апреле. Останавливаться на посадке этих культур не буду. В описании к видео и в первом комментарии вы найдете ссылки на то, как их выращивать. В апреле также начинают сажать на рассаду однолетние цветы, которые быстро прорастают и у которых довольно быстрый рост. Так что эти цветы, как правило, начинают цвести уже в начале лета. Также в апреле производят посев семян аквилегии, скобиозы и некоторых других многолетников. Итак, в апреле можно еще посадить. Астра однолетняя. Почву в контейнерах увлажняют, уплотняют и делают бороздки глубиной не более 8 миллиметров на расстоянии 3-4 сантиметра друг от друга. Семена раскладывают по бороздкам, а сверху присыпают их прокаленным сухим песком. Укрывают емкости с посевами любым прозрачным материалом и ставят их в светлое помещение с температурой воздуха не более 20 градусов. Поливать до появления всходов не надо. Если семена свежие, то обычно они начинают прорастать на третье-четвертое сутки. Когда семидольные листочки раскроются полностью, укрытие можно снять, но не сразу, а первое время его надо лишь приоткрывать для проветривания всходов. После появления первой пары настоящих листьев, сеянцы астры можно распекировать в отдельные горшочки. Кохия. Посев семян на рассаду производится в конце марта или начале апреля. Последовательность выращивания рассады. Готовят садовый грунт с добавлением небольшой части перегноя, торфа и речного песка. Его насыпают в неглубокий контейнер или деревянный ящик, увлажняют. Семена слегка вдавливают в землю или в неглубокие бороздки, прикрывают ящик сверху укрывным материалом для создания особого микроклимата. Посевом обеспечивают рассеянный солнечный свет и комнатную температуру для быстрого прорастания. Ежедневно опрыскивают верхний слой земли, не допуская пересыхания. Спустя одну, две недели контейнер с появившимися всходами переставляют в более освещенное место, у вытянувшихся растений слегка подрезают верхушки. Когда молодые растения достигают 5-7 сантиметров высоты, их пикируют в торфяные горшочки, стараясь не повредить земляной ком с корнями. Молодые кохи регулярно поливают, делают одноразовую подкормку любым азотным удобрением. После того, как растение достигло высоты 15-20 сантиметров, его высаживают в открытый грунт. Время высадки – май, после угрозы возвращения заморозков. Кохи и не переносят холода и тени. При выборе места нужно учесть, что участок должен быть светлым и теплым. В полутени куст получается более компактным и низким. Клещевина. Оптимальный срок посева клещевины в домашних условиях – с 20 марта по 10 апреля. У семян клещевины очень толстая и грубая оболочка. Поэтому для них необходима скорификация, то есть повреждение оболочки семян. Можно просто потереть семечко клещевины, а наждачную бумагу. После скорификации замочите семена в растворе стимулятора роста, используя инструкцию. Так как клещевина плохо переносит пересадку. Сажать ее нужно в торфяные горшочки. Наполните торфяные горшочки земельной смесью примерно на две трети объема. Разложите по несколько семян, сверху насыпьте два, два с половиной сантиметра почвы. Поместите горшочки в полиэтиленовый пакет, и поставьте их в место с температурой 20-25 градусов. После появления всходов поставьте рассаду на светлое место. Температура должна быть не выше 15 градусов. Удалите лишние сеянцы. Высаживать рассаду в открытый грунт можно не раньше, чем почва прогреется до 15 градусов. Георгины однолетние. Замочите семена на 2-3 часа в растворе стимулятора роста, а затем посадить на расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга. На глубину 5-10 миллиметров в ящик или другую емкость с увлажненным грунтом. Сверху прикрыть пленкой и поставить в теплое место. Через 3-5 дней семена начинают прорастать. В это время они должны получать хорошее освещение и очень умеренное увлажнение. После разворачивания семидолей пленку можно постепенно снимать. Когда появится 2-3 настоящих листочка, следует провести пикировку георгин в индивидуальной емкости диаметром 10-12 сантиметров. Доращивают рассаду в помещении с температурой воздуха около 20 градусов. Высаживают рассаду в открытый грунт в конце мая, начале июня. Перед высадкой в открытый грунт рассады георгин нуждается в закаливании. Цене. При выращивании культуры через рассаду лучше выбрать отдельные емкости, а еще лучше – торфяные стаканчики. Цене не любит пересадок, поэтому выбрав их, момент посадки в открытый грунт сделайте наименее травматичным. Цене – быстро растущий цветок, поэтому не старайтесь высадить рассаду раньше апреля. При раннем посеве состояние рассады ухудшается, она вытягивается и истончается. Высеваются семена на глубину 1 сантиметр. Не обязательно укрывать и создавать парниковый эффект, они и так прорастут за неделю. Рассаде потребуется полив, несколько подкормок, и закалка перед посадкой в грунт. Чтобы сформировался красивый кустик, верхушечку прищипывают. Когда уйдут холода, рассаду можно высаживать в открытый грунт. Амарант. Основной недостаток прямого посева семян амаранта в открытый грунт, его медленный рост. Цветок в этом случае зацветет только к середине лета. Оптимальные сроки для высева растения, когда пройдут поздневесения заморозки, и почва полностью прогреется минимум до 15 градусов. Поскольку семенной материал очень мелкий, его заглубляют в выровненную почву только на 1 сантиметр. Поэтому амарант лучше выращивать рассадой. Сажать культуру можно с марта. Семена смешивают с песком и разбрасывают по поверхности почвы, прикрывают влажной землей и накрывают прозрачным материалом. Когда появятся на растениях первые настоящие листы, сеянцы пикируют в отдельные емкости. Ипамея. Чтобы получить крепкую рассаду ипамея уже к маю, высевайте ее семена в горшочке в конце марта или начале апреля. Перед посевом семена необходимо замочить сутки в обыкновенной воде. Если часть семян не набухнет за это время, наколите их, иголкой и опять замочите на 24 часа. Прорастают семена ипамея около 10 дней, а идеальной температурой для всходов будет 18 градусов. Культура плохо переносит пересадку. Поэтому сажать ее лучше в индивидуальные емкости диаметром 10 сантиметров. Диморфотека. Посев семян на рассаду начинают в начале апреля. Семена сеют на глубину около 1-2 сантиметров. После посева укрывают ящики любым прозрачным материалом. При температуре в 18 градусов ростки появляются через 2-3 недели. После вырастания двух настоящих листочков растения пикируют в индивидуальные емкости. Высаживается рассада в грунт в конце мая, после установки надежной плюсовой температуры. Перед высадкой в грунт молодые растения следует обязательно закалить. Настурция. Выращивание рассады тоже требует определенных тонкостей. У настурции относительно слабая корневая система, а листовая поверхность большая. Поэтому любое травмирование корней переносится болезненно. А посему рассаду выращивать лучше в отдельных емкостях, чтобы не пришлось переваливать в горшочки большего размера. Семена высевают на глубину 2-3 сантиметра. Размещать рассаду нужно на самом светлом подоконнике. При недостатке света она очень сильно вытягивается и после этого при высадке болеет и долго не цветет. Высаживают рассаду в первой декаде июня в зависимости от погоды. Аквилегия. При выращивании аквилегии из семян весной необходима их стратификация. Дело в том, что семена имеют срок годности только один год. Весной посадка производится прошлогодним материалом, а это риск получить низкую всхожесть. Чтобы избежать этого, имитируют природные условия зимовки семян, влага и холод. Для этого семена смешивают с грунтом или песком, умеренно увлажняют и помещают в холодильник на 3-4 недели при температуре 5-7 градусов. При посадке аквилегии в контейнеры, необходимо выбрать высокие емкости, так как даже маленькая аквилегия имеет длинный центральный корень. По этой же причине важно не пропустить время пикирования, появления двух настоящих листьев. Каждому растению нужен отдельный высокий стаканчик. Семена при посадке нужно распределить равномерно на увлажненной почве, засыпать почвой слоем в 3 миллиметрах, и сверху опрыскать почву их пульверизатора. Емкость прикрыть любым прозрачным материалом. Семена прорастают на свету в течение 7-14 дней. Необходимая температура 16-18 градусов. При появлении первых листочков укрытие убираем, а как появится по двум настоящих листа, растения пикируем в индивидуальные емкости. Время высадки рассады в открытый грунт, май, после угрозы возвращения заморозков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова